Плавание – один из немногих видов спорта, которым может заниматься буквально каждый. Более того, водные тренировки помогают излечить многие серьезные заболевания. В Одинцовском бассейне, расположенном в физкультурно-оздоровительном центре, тренируются дети с первого класса. Успех при регулярных занятиях ждет всех, уверяет тренер Надежда Иванова. Самое главное – не бояться и самое главное – вера родителей, что все получится. Мы начинаем с плавания с досочками, но к середине года дети уже уверенно участвуют в соревнованиях «Плавут один бассейн на спине». Сейчас на старые соревнования детки «Плавут один бассейн вольным стилем» на животе. Когда-то Надежда и сама пришла именно сюда маленькой девочкой. Здесь отрабатывались первые навыки, были первые победы и разочарования. Плавали утром, встречались в 5.30 и до сих пор каждый день в 5.30. Мой тренер Александр Михайлович сидит здесь. И когда ты приходишь в притык, он уже говорит, нет, это поздно, нужно приходить заранее, готовиться, настраиваться на тренировку. Тренировки не прошли зря. Сегодня Надежда Иванова – чемпионка России, Европы и мира. Ее рекорд на полторы тысячи метров в моноласте держится до сих пор. Теперь она передает свое мастерство подрастающему поколению. Эти малыши только начинают состязаться, ведь соревнования – неотъемлемая часть тренировочного процесса. Ну, потому что это соревновательный опыт, с каждым годом он нарастает. Чем старше ребенок, тем старше стартовать, если у них не было практики. То есть начинать надо уже сейчас. Маленькая Ева занимается совсем недавно, но уже уверенно преодолевает дистанцию. Говорит, тренировки расслабляет, но надо еще многому учиться. Мне плавать нравится, особенно в пятницу, потому что там прыжки есть. А вот мне надо всегда отрабатывать прыжки. Я хочу вот руками вниз, но у меня как-то получается, что у меня в первую очередь ноги летят вниз. Под опытным наставничеством тренерского состава школы, которой уже более 20 лет, из этих крошек вырастают настоящие спортсмены и мастера спорта. Здесь главное – перебороть страх и системно тренироваться. И тогда, возможно, через несколько лет они тоже станут мировыми чемпионами. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».